Возникла еще одна проблема. При движении почему-то отрабатывает тормоз, горят стоп-сигналы и пропадает положение, что так как автоматическая коробка передач, педаль переключения и педаль тормоза находятся в постоянном включении. Такой сигнал идет на главный тормозной цилиндр. И машина стопорится задними тормозными цилиндрами. В народе говорят лягушка под педалью есть. Сейчас посмотрим как туда добраться и посмотреть может быть что-то там датчик какой-то возможно стоит. Не знаю, по мануалу посмотрел. Все установлено как бы на главном тормозном цилиндре. Ну, для того чтобы добраться сейчас расскажу вкратце. Я так понимаю, что педаль посмотреть на лягушку. Там может быть что-то смазать нужно. Откручиваем два болта крепления защиты вот этой. И снимаем вот эту часть, чтобы немножко освободить пространство. Поддеваем защиту боковую там где предохранители снизу и откручиваем еще дополнительно вот этот раз еще один болт саморез. Сейчас в передней части дополнительно отщелкиваем вот эту часть на себя. Вот он на двух зажимах. Откручиваем этот верхний болт и здесь возможно тоже эту часть отщелкиваем на себя. Как просто достать переключатель ближнего дальнего света и противотуманных фонарей на Skoda Octavia A5. Для этого нужно нажать на сам выключатель, немножко переместить положение рычажка вправо и потянуть на себя. Все. Здесь можно отсоединить фишку и дальше наша панель будет легко сниматься. После того, как извлекли переключатель, на себя снимаем защитную обрамление. Желательно двумя руками. Должно пойти на себя. Все. Вот оно крепится. Две защелки. И здесь откручиваем вот этот болт, саморез и второй с этой стороны. После того, как открутили два болта, наша часть, защита нижняя, подается вниз. И мы получаем доступ здесь вот защитой вентиляции, шумоизоляция. И у нас получается почти доступ к педали. Далее откручиваем вот этот винт и освобождаем, снимается патрубок подачи распределения воздуха в ноги. Все. Он сам отошел. И у нас получается доступ к нашему педали тормоза. Сейчас будем смотреть. Что-то какая-то скоба непонятно почему-то упирается в него. Сейчас посмотрим. Уже вижу, по идее, как бы так не должно быть. Сейчас посмотрим. Чтобы добраться и снять само крепление в педали тормоза, нужно убрать вот эту ограничительную планку. При этом открутить вот эти два болта. Раз. И два. Чтобы снять вот эту часть. Откручиваем здесь на 13. Все, сняли такой вот ограничитель и далее откручиваем 6 болтов крепления. Три слева и три справа. И полностью, наверное, должна извлечься вот эта часть. Открутили 6 болтов. Было это непросто. Все, сейчас, по идее, вот эта часть должна... Все, вот она пошла на нас. Сейчас мы ее извлекаем. А здесь в верхней части еще стоит болт на 12. Вот этого болта крепления педали... К основанию этому лучше извлекать до откручивания основной части. Все, она сейчас должна пойти сюда. Извлекаем ее аккуратно. Достаем. После того, как открутили кронштейн 2, 2 гайки сверху и 4 гайки кронштейна вакуумного усилителя тормозов, полностью извлекаем кронштейн и педаль на себя. И получаем доступ к вакуумному усилителю тормозов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok